Огромный черный кот, бродящий и попугающий Москве 30-х годов. Вокруг только что построенные сталинские высотки, с которых светятся пентаграммы. И непонятно, это храмы во славу Сталина или ключи, открывающие порталы в ад. Впрочем, коту, расхаживающему в этой инфернальной Москве на задних лапах, все это ужасно нравится. Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус. Конечно же, вы узнали кота-бегемота, любителя черных шуток и стрельбы с люстры. Но вот вопрос, подмигивает ли нам кот-бегемот из глубинного времена, или он буквально создан эпохой Большого террора. Ну и вопросики у вас. Восточные славяне верили, что домовые могли завести себе мелких помощников к каргаруши. Нафаня! Существа эти были оборотнями, и под видом котов должны были воровать для своих хозяев еду. Иногда домовой мог сделать и обычного кота-карагушем, пустив ему пыль в глаза. В средние века популярным персонажем Лубков стал кот Казанский. Эта знаменитая порода кота-мышелова была на самом деле опасна и для человека. Летопись 1597 года рассказывает о смерти воеводов города Верхний Тагил Рюма Языкова. В летописи дословно написано, что кот уел воеводу во сне. Современные исследователи считают, что речь в древнем документе идет про камышового кота. Именно про кота Казанского появились первые русские сказки про котов. Например, сказка про то, как мыши кота хоронили. Чуть позже, чем про кота Казанского, появляются сказки про кота Баюна. В данном случае Баюн – это не имя, а слово, означающее «говорун». Кот этот обладал чудесным голосом. Поймать его было очень сложно. Своими сказками он умел усыпить, а спящие становились жертвами его железных когтей. С другой стороны, для того, кто сумел поймать его, не страшна ни одна болезнь. Потому что сказки его целебны. Популяризировал образ кота Баюна Пушкин в прологе поэмы «Руслан и Людмила», известном как стихотворение «Лукоморья». И вот мы снова возвращаемся в Москву 1930-х годов. Пытаясь вытеснить религиозные образы, в том числе демонические пропаганды, начинает культивировать псевдофольклор. Так Баюн становится именем волшебного кота. Он начинает появляться в огромном количестве детских утренников, как помощник Бабы Яги. Хотя изначально он был самостоятельный персонаж. Советский карикатурный образ говорящего черного кота и использует булгаков. Но писатель дает ему имя, открывающее его истинную демоническую сущность. Средневековый французский охотник на ведьм Пьер де Ланкер в своей книге «Картины непостоянства плохих ангелов и демонов» бегемотом называл демона, который мог легко принимать образ любого существа, например, кота или человека. Поэтому кот-бегемот и превращается с такой легкостью из кота в человека и обратно. Средневековый врач Иоганн Вейер в своей книге о проделках демонов пишет, что при дворе сатаны бегемот занимает должность главного хранителя кубка и руководит пирами. Поэтому, естественно, балл сатаны в Москве 30-х годов никак не мог обойтись без кота-бегемота. Есть и более банальная версия появления имени. Якобы кота назвали в честь популярного в 20-е годы сатирического журнала. Впрочем, эта версия не выдерживает никакой критики, так как в записях Булгакова сохранились выписки из дореволюционной книги «История сношения человека с дьяволом». Там описывается ненасытный демон бегемот. Поэтому и у Булгакова он тоже любит поесть. По словам жены Булгакова, прототипом бегемота был их домашний кот-флюшка. Огромный серый котища, подобранный на Арбате. В книге писатель поменял ему масть для большего соответствия с Витей Воланда. В самой первой экранизации «Мастера и Маргариты» роль кота-бегемота досталась обычному черному коту, но позже появились и более похожие изображения, как в кино, так и в анимации. Впрочем, появлялся бегемот и в других фильмах. Например, в фильме «Роковые яйца» по одноименной повести Булгакова. «Мастера и Марб Agарита» «Булгакова» Субтитры сделал DimaTorzok